Я уверен, все ждали видео по СТБ, но есть одна проблема. Смотрим сюда, а потом сюда. Думаю, вы все поняли. Но, чтобы не оставлять вас без видео, я начну прокачивать новую веточку и потом каким-нибудь магическим образом я со временем накоплю серебро и мы, собственно, прокачаем СТБшку. Всем привет, с вами, как всегда, Гофыч, и мы начинаем прокачивать ветку китайских ПТ-САУ. Сегодня у нас танк 6 уровня, ВЗ-131 ГФТ. Сразу хочу вам сказать, данный танчик меня разочаровал, потому что у него нет ни-че-го. Есть только скорость и какая-то пушка. Но от этого нам легче играть на нем не становится. Давайте сначала же глянем, что у нас тут по характеристикам. У меня уже 100% экипаж, оборудование, все, я прикупил, амуниция, все, стоит. У нас есть на выбор, ну, типа две пушки, да, 7-го и 7-го уровня, да, как ни странно. 85 мм и 100 мм. Сначала я пытался играть на стоковой пушке, так как у нас тут есть ДПМ. 4 секунды, перезарядочка, здравствуйте. 2,850 единиц урона в минуту. 2,8 секунды сведения. 145 мм пробития. 220 кумулятивные. 200 урона. Да, у нас тут 200 урона. Но углов у нас нету. И это очень плохо. Даже если мы будем смотреть горизонтальные углы, где они тут у нас. У нас всего лишь 12-12 вправо-влево. Кажется, с одной стороны, что вроде бы много, но на самом деле нихрена. Их нету, как будто бы тут по ощущениям 8 на 8. Ну, типа не знаю. Потом я прокачал пушку за 16 тысяч опыта. И тут нам предлагают уже пушечку менее ДПМную, но с уроном в 280 единиц. Кстати, тут и бронепробитие побольше. 181 мм и 241. Даже уже фугасы на 50 мм. Перезарядочка у нас 6,74 секунды. 2,5 тысячи урона в минуту. И на 0,1 десятую единицу время сведения у нас увеличивается. А так, в принципе, углы вертикальной наводки также у нас. 15 вверх, 5 вниз. Это прям очень плохо. Горизонтальные у нас не меняются. По броне у нас, ну, тут все понятно. Ее нету, как я и сказал. Плюсов у данного танчика вообще не присутствует. Потому что, ну, 35 мм во лбу. Я-то думал, мы хотя бы что-то будем рикошетить. Но в итоге мы нихрена не рикошетим. Так что тут как бы о броне забудьте и не мечтайте. Дальше у нас идет двигатель. Средняя скорость 38 км в час. Максималочка 45 и 18 км назад. По скорости вообще претензий нет. Танк едет, разгоняется, назад сдает. Все шикарно. Но дальше мы смотрим на самое интересное. Скорость поворота корпуса. Вроде бы, блин, 42,67 градуса. Это та хрена, по сути. Но мы переходим в проходимость. А проходимость у нас, к сожалению, ничтожная. По дороге еще более-менее как-то 110%. А вот по грунту и воде... Да, я даже не знаю, как это и говорить. Но в общем, в совокупности с мощностью нашего танчика, со скоростью, мы едем вот по прямой. По прямой мы едем хорошо. Но поворачивать это, пожалуй, не к нам. Ну и по броне я тоже уже сказал. Как бы ее здесь просто-напросто нету. Отыграл я уже 16 боев. Средний урон все говорит за себя. Потому что вроде бы танк стреляет, но от этого, ну я не знаю, 900 хп. Ну, они как-то есть и как бы и нету. Потому что против нас начинают всякие ИСы играть. КВшки, КВ-2. И сами понимаете, вот у меня недавно был бой. По мне стрельнул ИС. И потом КВ-2 сразу же. И я улетел в ангар. Так что хп тут тоже как бы мало. Брони нету. И в итоге данный танчик сплошное разочарование. Все. Я думаю, вы все, что хотели, увидели. Пошлите, поиграем. И вы убедитесь на моем ролике, на моем примере. То, что данный танчик нужно проходить вот просто вот так. Глаза закрываешь, играешь на нем. И сразу же переходишь на танк седьмого уровня. Конечно, не знаю, что еще ожидать от танка седьмого уровня. Потому что я его только вчера приобрел. Не знаю вообще, стоит ли мне надеяться на броню. Но пока что себе разочаровывать не хочу. Характеристики тоже смотреть не хочу. Это мы все узнаем уже в следующем ролике. Погнали в первый бой. А кстати, знаете, пока что подбор меня радует. Против нас попались танки пятого уровня. Это шикарно. Но самое главное сейчас постараться попадать по противникам. Наносить максимальный урон. 295 единиц уже мужик получает на пантере. Давайте, ребята, открывайтесь под меня. Сейчас я буду вас нагибать и уничтожать. Куда-то снаряд улетел в небытие. Эй, 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 вы куда мужики? Стоять, стоять, стоять. Сейчас я адреналинчик вколол. Я вас сейчас буду уничтожать. 251 единиц. Спасибо. Не успел засветиться. Уже все. Уже хп мои начали кончаться. Получай 318. Да я же, блин, я же вроде бы отвернулся. Какого хрена ты меня пробиваешь, дружище? Стоять. Хорошо. Первый килл я оформляю. Тут, блин, и Орелка, и Сушка. Что-то мне кажется, тут бой прям, ну, действительно должен быть сливной. Самая главная проблема это, по сути, 5 градусов. Вот, в принципе, все хорошо у данной пушки. Да иди в пень. Вот вроде все хорошо у данной пушки. Но 5 градусов, это прям... Это прям жесть, ребята. Я даже не знаю, как по-другому и сказать. Я, блин, отвык от таких градусов, играя на танках, у которых есть хотя бы, ну, там, от 8... Ага. Вертикальные наводки вниз. Во, приехала басота. Меня ушатало. Что ж, после прошлого боя, я думаю, многие скажут, Гофыч, да танк-то ведь стреляет. Ты спокойно нанес 2000 урона. А я и не говорил-то, что он не стреляет. Пушка-то в целом у него хорошая, но ХП не хватает. Вы не забывайте то, что я попался в прошлом бою против ДПМных танков. А ДПМные танки, это, сами понимаете, это мало урона и маленькая перезарядка. Давайте второй выстрел. 268 единиц. Пока мужики нас не видят, не светят, мы будем по ним, собственно, работать. 297. Ну, по красоте пока что все у нас выходит. Получай 313. Ну, вообще, по красоте пока что все получается. Стой, 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 стой. Замечательно. Иди сюда, зараза, я тебя сейчас ушатаю. Стой, не ломай меня. Держи. Стой, 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 стой. Ну, не стреляй по мне, пожалуйста. Держи. Все. Что там? Там наш мужик справляется. Красавчик. О, дружище, стой, стой, стой. Я свожусь. Я свожусь. Получай. 4. 4. 3. 2. Держи. Че он так долго? Он его не может запинать, что ли? Как так-то? Мы победили 1954 урона. 1000 засвета. 3 килла. Вторая классность. Хорошо. Идем тогда в следующий бой. Я занял свои кусты и уже вижу свою первую добычу. Получай. Стоять. Куда вы все прокатываетесь? Мой хорош. А че? У седьмого уровня тоже нет брони. Понимаю, понимаю. Значит, мне еще и на семерке придется немножко потеть. Мда. Прокачивая данные танчики. Я думал, хоть у него есть какая-никакая броня. Но что-то сейчас я вижу то, что брони там вообще нет. Он стоит немножко бочком и весь серый. Блин. Ну такое мне тоже, кстати, не очень-то нравится. Но будем надеяться, что у него там ДПМ хороший. И можно будет нагибать на нем. А куда мой снаряд улетел? Не понял. Ой. Неприятно. Да вы заколебали выкатываться под мои выстрелы, ребята. Дайте мне понастреливать. Держи. Забирайте его. Не стреляй по мне, пожалуйста. Хеллкат. Хорошо. Укатываюсь назад. Все, забирайте его. Я поеду вам с другой стороны, помогу. Потому что лоб в лоб к нему ехать это опасно. Можно отлететь. Тихо, тихо, тихо. Ну стой, ну друг. Ну ёппарасы. Я стоял, прицеливался, он в меня въехал. Спасибо. Просто, ребят, посмотрите на лобовую броню данного танка. ВЛД у нас полностью в снарядах. Ну это, конечно, не дело. Где? Где мои противники? По кому мне стрелять? Ну-ка, ребята. Е25, свети. О! Ну, ну. Вопрос. У меня есть только один вопрос. А куда мой снаряд улетел? Объясните мне, пожалуйста. Держи. Походу ему даже в лючок попал. Нормально. Кстати, тут надо тяжем помогать. Мужики. Точнее, мужик. Держись. А, в маску я попал. Понимаю. Понимаю. Ну давай. Я жду от тебя впитывания урона. А, не по мне даже стрелял. Видимо, я для него все-таки на большом расстоянии был красный. Но я что-то сомневаюсь. Либо он просто такой, ну, голду ставить не, не хочу. Хотя, блин, по ощущениям меня все и вся пробивали. И не важно даже на каком расстоянии. А тут он, видимо, ну, просто не захотел стрелять. Да. Привет, дружи. Отправляйся в ангар. Тигруля. Ребята, вы без хп. А где вы все хп-то потеряли? Держи. Ополя. Ополя. Рикошет. Первый рикошет. Нормально. Нормально. Удобряю. Удобряю. Держи. А можно мне помощи какой-нибудь? Я не знаю. Просто меня он сейчас по ДПМу сожрет. Держи. Ну да. Просто по ДПМ у меня ест и все. И даже не жалеет. Ну, блин. Ну, где броня у данного танка? Просто. Вроде бы все неплохо. Да. С одной стороны. Хрен с ним. У нас плохая проходимость. Хрен с ним. Мы не крутимся. Но брони-то можно добавить. Урежьте даже фиг с ним урон. Пусть у нас даже будет не 208 с альфы, а 250. Но добавьте, пожалуйста, броню. Хотя бы чуть-чуть. Чтобы была такая же броня, как на СУ-100, например. Ты отворачиваешься и тебя уже не пробить. А тут как бы крутись, не крутись. Ты все равно будешь серый. И тебе, блин, твои скосы, углы вообще ничем не помогают. Потому что, ну, миллиметров элементарно не хватает бронирования. И ты пробиваешься. Ну, можно сказать, хоть куда. Да. Я даже не знаю. Блин. Вот мы отрикошетили снаряд. Ну, просто, наверное, повезло. Там снаряд в какую-нибудь гусеницу попал или еще куда-нибудь. Ну, бывают вот такие всякие залетные рикошеты. Так что данный танчик, вообще, я не знаю, для кого он, для чего он. Его нужно просто с закрытыми глазами проходить. На нем, конечно, настреливать можно. Сейчас, вы, кстати, даже увидели. Я несколько боев настрелял по 2000 урона. Но, блин. Это не всегда так работает. Если бы было все так хорошо, то у меня бы средний урон был бы, ну, 2000, наверное. Ну, или хотя бы 1600. Ну, вы видели, там была 1000. Я пытался с этой 1000 как-то бороться. Но 3-4 боя ты отыгрываешь хорошо. Потом ты выкатываешься два боя подряд. Или даже три боя подряд. Где тебя уносят буквально самым первым. И ты такой, а, ну, ладно. В принципе, так тоже пойдет. А на этом все, ребята. Огромное спасибо вам за просмотр. За ваши лайки и комментарии. ВЗ-шка, конечно, шестого уровня. Это хлам. Но, как мне кажется, и на седьмом уровне тоже будет прям, ну, такое себе. Потому что, ну, блин, брони я не увидел, когда в прицеле смотрел на танк седьмого уровня. Не забывайте также подписываться на канал и подписываться на группу в Телеграме. Все ссылки есть в описании. С вами был, как всегда, Гофич. Удачных вам боев. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok